мотор здравствуйте вы уважаемые любители летных видов спорта сейчас бацаем зажигательный ролик как водится у нас безмонтажный вы наблюдаете сейчас озеро которое образовалось из-за обильного таяния снега почему-то от снег тоже тепло потому что солнце светит 22 градусов сегодня 14 апреля и посмотрите как водичка бежит у нас красиво и падает со склона образуя потрясающей красоты водопад это еще делаю восходящую свечку что у меня было много скорость еженец полетал сейчас я так по кругу могу хоть вам несколько этих спирали сделать мало того я сейчас еще и набираю высоту перегрузка действует крылышко изгибается и вы можете видеть все великолепие водопадная но мы к водопаду еще вернемся хотел я вам ролик этот начал снимать не столько из-за водопада а сколько из-за наших коллег альпинистов посмотрите сколько же их здесь на этом склоне образовалась сейчас я увеличу скорость так ведь запас есть планер не развалить вас водить сколько веревок навешано внимательно я думаю крат вам передает эти везде люди висят на веревках поднимаются на эти страшные скалы здесь какой-то определенный вид скал особенный вот кстати смотрите прямо сейчас к нему поближе ну тут красиво висит здесь уже совсем страшно а еще один я не тут смелые просто слов у меня друзья нет я еще столько альпинистов здесь ни разу не видел видимо какой-то альпинистический сборность здесь происходит поэтому я дал себе за за рок не снимать роликов пока я дисплантирую старые но потом подумал за рок за много я никогда столько лепенистов не видел поэтому же надо вам снять контент огонь давайте фонарь грязный блин не помыл еще разочек пройдемся с вами сейчас я лучше контролирую планер скорость не такая большая и мы с вами еще раз оценим все великолепие вот этих вот скальных трудяк сейчас я пущусь чуть-чуть пониже в нижний твой вот главное мне сейчас не намотаться на какой-нибудь дерево вот энергии немерено склон работает сейчас можно попробовать 200 я сейчас делаю скорость опускаюсь ниже этого водопада проношусь рядом с ними а красиво выпрыгиваю наверх и сейчас могу повторить так это повторить проход к дозрам или не могу смотрю нет не могу друзья не может не хватить энергии это будет мудаческий подвиг на мудаческие подвиги не нужны почему не могу потому что нет запаса то есть я сейчас 120 км в час я конечно могу разогнаться прижаться к рельефу но вы видите то что волков тоже ну хоть и так сказать маньяк но не до такой степени учатся более качественной позиции восьмеркой набрал высоту сейчас могу уже пройти низко над этим этим озером опять перейти так сказать лечь на русло ручья сейчас мы опять же прям нырнем водопад что ли эти у вас вот так вот а вот теперь хорошо скорость спираль смогу сделать да смогу сейчас могу 100 км в час видите вот опасность таких маневров разгоняюсь всегда главное толпе расчет вверх до расчет сейчас я все хочу поймать край самый красивый рапорт на водопаде ну вот уже красивее не поймаешь игру с энергией разворачиваемся напишите друзья какой добрый комментарий в стиле волков ты не зря стараешься и ведь не зря извращаешься с вот этими проходами продувами пролетами но сейчас хороший ракурс будет еще раз нам на наших друзей альпинистов айфона стабилизация конечно потрясающе вы бы знали как друзья сейчас жахает нас как у меня лапы трясутся я сейчас сконцентрирован максимально близко к склону иду крыло конечно еще не касается но не очень далеко она конечно от склона очень большая группа альпинистов машут нам говорят вали отсюда представить если вы веревку вот эту заденем чпок и вот этот бедный альпинист и вниз не хорошо получится нам такой нам такой контент не нужен вот вот это самые наверно опытные которые на самую большую высокую штуку лезут так что там у нас слушать а нас поднимает все время то есть я иду вы может мне не поверите но реально метр в секунду сейчас идет подъем какая сверху осталось блямба мы можем принципе всю эту гору вокруг облететь хотите но эти поржом получится не получится скорость сейчас я перестал набирать сейчас зайдем с другой стороны чашки чем знаменательный сегодняшний день голубые термики ведь облаков нет но мы набирали сегодня до трех километров высоты вот у вас город габ рядом с ним ближе к нам какой красиво озеро там очень домики красиво вообще так все уютненько и так мы облетели эту гору оказались уже с северной стороны минуса пошли минус полтора метра в секунду к сожалению наверное мы не сможем здесь пройти перевальчики да видите вот куда крыло показывает вот там водопад оказались не значительно ниже чем я хотел ну ничего страшного сможем есть способ пройти перевал впереди прижаться к стенке пока будем идти по стенке наберем как раз высоту чтобы опять выйти к водопаду давайте попробуем так сделать но так как скучно так лететь давайте сейчас вам разгонюсь побыстрее чем интересно вот это вот гора тем что здесь заброшенная горнолыжная станция видите гостиница и так далее но вот эти горнолыжные холодно уже много лет не работают ну или работают но очень редко потому что вот за этой большой дороге пик-де-бюр хороший красивый горнолыжный парк ставите об этом году всего лишь один раз там был это не катался на лыжах вот живу живу здесь летаю на планере умею кататься до лыжах люблю кататься на лыжах и ни разу не покатался как вот так как вообще бывает сапожник без сапог это вот отличнейшая поговорка которая является реальностью минус метров в секунду ведь и не могу перепрыгнуть склон здесь живет мой друг робин крылом покажу где он живет вот его домик замечательный человек очень помогает а работает он в гапе диспетчером на аэродроме об сейчас перескакиваем на западные склоны теоретически западный склон может работать сейчас по елочкам просто прожжем сейчас пронесемся так вот посмотрим пособираем энергию которая есть и посмотрим это пойдем мы вверх или нет очень люблю елочки и зеленые когда они сочетаются со снегом всегда хорошее настроение потому что я много летал на параплаве в горах зимой вот каждая елочка дает поточек им каждая все вместе эти по точки тянут вверх пахнет елками хорошим настроением вечером купанием в бассейне каком-нибудь банском не очень нравилось болгарской в этом смысле но в какой-то момент дамбай но дамбай и году в 2000 цвета в этом роде случился огромный мордобой когда местные ребята решили зачем-то побить парапланилистов как говорили местные ксакалы мальчиками поделили девушка ничего такого не было просто быдло которое там жило и видимо не очень счастлива решила показать вот этим вот парапланилистом богатеньким урозином то здесь главный ну с тех пор не ногой туда так то что чуть моего друга там на тот свет не отправили вообще принципе места на украшают когда люди и вот здесь людей которые живут для очень уважают прежде всего за вот этот именно момент отношения к тем кто приезжает то есть никогда ты не увидишь там все конечно говоря там гостеприимство и так далее здесь если ты подружишься будет идеально но если даже ты не подружишься просто приехал то по крайней мере ты видишь себе изначально уважительные отношения то есть вот ключевой момент уважительная то есть тебе никто не будет говорить о вот этот приехал к нам в горы а давай-ка мы тебе немножко морду набьем на всякий случай нет такого нет я могут пригласить повесить на веревках полетать на планере помогут у нас в свое время было множество проблем с домом и так далее и вот наши друзья местные все по любому поводу придешь днем и ночью тебе помогут об вау при этом часто говорят что здесь улыбка фальшивая ничего подобного то есть я вот наверное чему больше удивляюсь это умение именно людей вот он радуется искренне увидел сказал доброе утро и он тащится от этого доброго утра что тебе сказал ты ему сказал нет не типа хрю хрю а вот по-настоящему я не знаю как это работает и как это делается но факт остается фактом вот друзья мы облетели эту гору по кругу я думаю что на этой позитивной ноте нужно заканчивать наш замечательный ролик вот они как живут все местные люди каждый домик ухожен каждая кочечка обработана и почему так наверно получается здесь чтут уголовный кодекс чтут право собственности очень то есть если ты построил дом у тебя никто его не отнимет если ты купил компанию тебе не скажут через 20 лет что ее когда-то неправильно прихватизировали теперь ты добросовышный покупатель но извини государство хочет это отобрать то есть вот право частной собственности свято и она формирует облик вокруг потому что каждый знает что свой домик он передаст будущим поколениям и они будут жить долго и счастливо и в там наверное вся суть этого места и происходящих днем сказать красот надо сюда как не сходить и искупаться до новых встреч глубоковажаемые любители летных видов спорта делайте из своих кусочков земли рай на земле